Всем привет дорогие друзья! Ну что, Мэнни Пакео сегодня не удалось вернуть свой титул супер чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Он уступил в бою против Йордениса Угаса и именно разбору этого поединка будет посвящено сегодняшнее видео. Вы смотрите пробок с Вадимом Гринихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем, поехали! А заглавить разбор этого поединка я хотел бы как в бой идут одни старики. И действительно у меня сложилось вот именно такое впечатление, когда эти двое в девятом раунде стояли друг напротив друга, дышали тяжело как паровозы и не решались выбросить удар. Это вот тот самый случай, когда верхи не могут, хотя когда-то на своем пике они очень даже могли, выносили буквально каждого своего соперника, а низы не хотят. То есть кубинец по сути провел бой на тихой волне, не выбрасывая большое количество ударов. Контря соперника, да, то есть пользуясь провисанием пака по скорости, он его встречал регулярно своими прямыми ударами. Хорошо работала правая рука, иногда он грязнил, бил ниже пояса, да, откровенно причем, причем ниже пояса, да, за что рефери ему выносил предупреждение. Но пак, самая главная тут проблема была в паке. 42 года, ребята, вот, ну, меня до сих пор мучает вопрос, вот что ему не сиделось на месте, а что он пытался себе таким вот образом доказать? Что он еще в обойме? Ну, вполне может быть, что на 6 раундов он еще и в обойме. Но дальше-то что? Представьте себе, что могло бы быть, если бы пак вышел в эту ночь против Эррела Спенса. Какой бы мог быть результат у этого боя? Мне кажется, что все закончилось бы досрочно. И у меня, в принципе, ну, вот в начальных раундах, когда пак пропустил пару раз справа, да, не успев оттянуться после одной из своих атак, у меня вот как раз сложилось впечатление, что все для него может кончиться трагично этой ночью. И последний свой бой пак закончит лицом на конвасе. Но, к счастью, этого не произошло. Но, что хочу подчеркнуть, да, выделить по этому бою. Во-первых, по скорости пак просел, по выносливости просел, его на весь отрезок боя не хватило, грубо говоря. Впрочем, как и его соперника. Но, если раньше пак мог спокойно перехватить, подхватить и добавить, да, то есть добавить и два, и три, то есть сделать повторную атаку и во второй, и в третий раз, то сейчас мы всего этого уже не видели. Не было ни дистанции для нанесения ударов, не мог он быстро ворваться на свою ударную дистанцию, да. Ну, или даже вот в те моменты, когда он врывался, у него не получалось разбивать, да, противника как раньше. Его удары уже не прошивали блок его противника. Ну, и, собственно говоря, то есть это, ну, на мой взгляд, это была бледная тень по Кьяо. То есть вот 30% от того, что мы видели в его былые времена, и где-то, наверное, процентов 70 от того, что мы видели в бою против Кита Турмана. Если бы соперник был бы чуть поактивнее, мне кажется, все бы закончилось бы досрочно. Угаса, да, по поводу Угаса, что хочется отметить. Во-первых, мы отмечали его хорошую вышкаленность, да, кубинскую школу бокса, говоря, я имею в виду, о прогнозе на этот бой. И действительно, она в этом бою неплохо сыграла, то есть он очень хорошо перекрывался блоком, очень здорово работал на опережение, но не мудрено все-таки соперник, да, капитально просил по скорости и по выносливости. Ну и в последнем, в 12-м раунде, когда начали один за другим заходить вот эти вот правые через руку, да, правые боковые в обвод блока, то стало по-настоящему тревожно. У меня такое ощущение было, что Мини Пакьяо стоял буквально вот на моральном волевых. Вот еще чуть-чуть бы и упал бы. Ну и плюс, не будем забывать, что все-таки Пак это малыш, да, и по большому счету это не его весовая категория, он всегда, выходя в ринг против вот этих здоровых парней, всегда здорово рисковал. При этом, никто не умаляет его заслуг, Пак, действительно легенда, выйти в 42 года на этого оппонента, да, который значительно его превышал, там, по росту, да, по размаху рук, по габаритам, ну и, собственно говоря, был на 7 лет моложе, это дорогого стоит и это достойно уважения. На мой взгляд, результат боя мог бы быть чуть ближе, потому что было несколько раундов, ну, довольно-таки спорных для подсчета. У меня вообще на моей карточке получилось 114-114. Быть может, я был излишне симпатизировал Мини Пакьяо, кто знает, но что получилось, то получилось. Бой, на мой взгляд, был очень близкий. Вот, я думаю, что после этого поединка Пакьяо нужно завязывать, я имею в виду шнуровку на боксерских перчатках, вешать их спокойно на гвоздь и уходить на покой. Он уже все всем доказал. Нет никакого абсолютно смысла выходить против Эрла Спенса, потому что результат этого боя будет еще плачевнее. Вот, вот такие вот мысли по поводу этого поединка. Если разбор вам понравился, не забудьте поставить большой палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Ну и всех буду рад видеть в следующем видео. До скорой встречи. Пока.